Мы на месте. Мы приветствуем Николая. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо, визуально что-нибудь мешает, Вера, посмотри. У него что-то как зеркальное. Где? Оно поворачивается разными гранями. Хорошо, сила моего намерения, вывожу эту голограмму из биоробота. Вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, все это выходит. Скеннер, помогай мне, выключай, выводи, все. Как выходит, формируется в шар. Отправляю в клетку-тюрьму. Даю команду на счет 3, скеннер сканирует пространство над головой Николая под ногами, 360 градусов вокруг него. Скеннер сканирует систем тонких тел Николая, находит все. От голограммы выстраиваю каналы к ответственным притягиваю в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь два Грея. Так и есть. Два Грея. Органически, неорганически, и ставим маячки. Органически зеленый, неорганически красный. Зеленый вам. Хорошо, Грея, я вас слушаю. Что вы здесь делаете после маячистки? Хотели со мной встретиться, получить живой плазм? Так я с удовольствием. Они почему-то на него показывают и говорят, что он портал. Объясняйте, что вы имеете в виду. Портал, портал. Что портал? Через него они переходят как-то. Вот эта зеркальная, она как дверь, которая крутится. Ну, это зеркальное вы установили. Что значит портал? Они дают информацию, Вера? Нет, они показывают, что они вот эту дверь, они толкают, попадают куда-то в другое место. Они его порталом считают. Они его считают порталом? Да. Вот это мне уже интересно. Итак, я вытащил голограмму. Что еще осталось в биополе, что я еще не вытащил на вашей частоте, связанной с этой голограммой? Есть такое? Нет, они говорят, что он чувствует их передвижение. Ничего не устанавливали в портал. Они показывают, как через него они попадают в какое-то... Я бы не назвала это измерение. Это просто место, куда-то они попадают. Так, мне здесь не совсем понятно. Это я потом переспрошу. Значит, они ничего больше не оставили. Хорошо. Даю команду... Они говорят, что из-за матрицы в свой мир попадают через него... Я просто никогда не слышал, что человек может быть порталом, через который Грей переходит в другой мир, в свой мир. Как душа может быть порталом? Она может открыть портал, но сама порталом? Может, вы мне что-то не договариваете? Он неправильно что-то делает. Он что-то гармонизирует не так, и в нем пробивается что-то. Головы вниз идет. Ставлю монитор. Ставлю монитор. В комнате диагностики. Посмотри, что он имеет в виду сейчас. Где находится расщелина в нем? Она идет с верхней чакры, осознанности его, и она как расщелина идет вниз до сердечной чакры, и вот этот портал открывается. Это им создана эта расщелина? С его коронной чакры она почему-то идет. Это мысли какие-то его... Хорошо, включая внутреннее... Неправильное понимание. Это вполне возможно. Включая внутреннее белосвет, Николай этим светом выдавливает из себя эту расщелину. До 100% все выходит. Но от Греев идет злость и эгоизм почему-то. То есть он как-то делает гармонизацию с каким-то эгоизмом для каких-то своих целей, что ли. То есть цели нечистые? Как можно сказать? Да, здесь злость присутствует. Злость. Итак, вышла эта расщелина? Да, вышла. Отправляю ее в клетку-тюрьму. Хорошо, Николай, мне не совсем, честно говоря, понятно, что вы делаете неправильно, но если присутствует где-то в чем-то злость или какой-то эгоизм, вы все перечеркиваете любую работу. Все, что мы делаем, связано со светом. Если вы с нашими техниками используете какие-то не совсем светлые мысли, преследуете, то, соответственно, эффект будет такой, который мы наблюдаем сейчас. Два Грея с голограммой и дверями через вас они переходят в свой мир. Я такого, честно говоря, еще ни разу не видел. Сколько вы находились в биополе, Грея? Три дня. Три дня. Хорошо. Значит, там ничего нет. Тогда сделаем следующее. Включая внутренний белый свет, Николай этим светом выдавливает из себя все негативное патогенное, низкое аббрационное, чужеродное. Находясь в его биополе, свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Сейчас идет картинка. Он очень напрягается, когда пытается, он медитирует или переходит в какое-то состояние, успокоится, может, пытается. Но он очень напрягает голову, и у него с верхней коронной чакры идет как боль, или эта боль идет в разрез. Ну, конечно, потому что человек напрягается. Медитация – это полная противоположность. Там, наоборот, идет расслабление, и не надо ничего пытаться вызывать своим желанием. Эта боль идет, скорее всего, от того, что человек… Вот ты правильно сказал. Вызывает он это. Он вызывает свои желания. Это абсолютно неправильно, абсолютно ложное направление. Таким целям вы вызвали Грей. Вот что я вам хочу сказать. У него большое напряжение. Он все это делает с напряжением. Он неправильно применяет техники. И вообще, как у него неправильное понимание, для чего это и зачем. У нас на канале очень много видео, как заправляться энергиями. Смотрит, но он это делает технически. Он как будто душу сюда не подключает. Без души. Мы такой имеем результат, когда без души работаешь. Еще раз говорю, Николай, это не та палочка-выручалочка, не та кнопка, которую вы нажмете, как зубному врачу зуб болит, пошел убрал. Это работа над собой. Работа над собой никогда не идет через силу. Она идет всегда гармонично. У вас нет гармонии в том, что вы делаете. Вы пытаетесь призвать какие-то видения, что-то пытаться увидеть. Хотя вам надо просто единственное, чтобы в любой медитации просто сконцентрироваться на своем процессе дыхания и освободить голову. Это значит освободиться от мыслей. Если вы это делаете, у вас получается медитация. И картинки сами пойдут. Если вы будете пытаться увидеть что-то, у вас этого ничего не получится. У него душа не подключена к этому процессу. Вы работаете без сердца, без своей души. Вы должны, во-первых, сформировать свое намерение перед тем, когда вы что-то делаете. Я хочу погрузиться в медитацию. После этого есть определенные техники медитации, которые вы там слушаете или смотрите. Смысл медитации – это расслабление. Полностью расслабление тела, чтобы вы его вообще не чувствовали. Оно вам мешает в принятии этой информации. Как только тело вы расслабили и освободили голову, а это освобождается голова посредством концентрации на своем процессе дыхания, вы только следите за дыханием. У вас мысли. Как только вы достигнете этого момента, хотя бы 30 секунд продержите себя в этом моменте. И вы заметите разницу. То, что вы делаете, это как отжимание от пола, которое не имеет никакого смысла на астральном плане. Итак, Вера. Шар вышел. Или я его убрал уже. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Даю команду на рассинхронизацию. Николая с голограммой и Грейми. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Приветствую. На связь. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста. У меня здесь два веселых Грея. Значит, они вошли, они используют человека как портал. Не могла бы ты мне объяснить, пожалуйста. Я такого просто никогда даже себе предположить не мог. Что объяснить? Как можно использовать душу человека как портал, его тонкую копию? Он очень напрягается при попытке делать медитацию. У него была какая-то расщелина проходила через него. Мы ее вытащили от этого напряжения. Я просто даже не знал, что Греи могут использовать тонкую копию как возможность перейти в свой мир. Вот этого я не понимаю. Что он за медитацию такую делает? Вы называете это горе от ума. Когда работает только верхняя чакра. Да. А сердечное не несет тепла. Несмотря на то, что вы закачиваете энергией, сердечная чакра должна быть подключена к процессу. Душа должна раскрываться и гармонизировать с осознанностью. Мы это называем работать без души или делать что-то без души. Ты, наверное, об этом сейчас говоришь, да? Я говорю о процессе саморазвития. Он не может проходить без подключения сердца или же души. Другими словами, душа изъявляет желание. Когда изъявляет желание? Другими словами, когда мозг дает импульс, но душа не подключена, это проходит через другие чакры. Начиная с коронной, доходя до сердечной, и прерывается. Появляется разлом. Не у всех, но у некоторых тонких копий получается разлом в другой мир. Интерференты это ведет и пользуются. Они его используют просто как лифт, то есть за счет его энергии они переносятся в свои какие-то там мира, пользуясь его слабостью и непониманием. Хорошо. Тонкие копии – это энергии. Точно так же, как энергии в квартирах и домах, которые вы чистите. Определенные энергии открывают определенные порталы. Так же происходит здесь, происходит разлом. Они могут использовать его в своих целях. Это очень хорошо, что мы сегодня столкнулись с таким случаем, потому что я действительно об этом не знал. Благодарю тебя, Ли, за эту информацию. Поэтому, несомненно, важно слушать душу, занимаясь духовными практиками. Ключевое слово. Благодарю тебя за это разъяснение, Ли. Итак, с Грейми, Голограммой, что мы делаем? Грейм отпускать, Голограмму уничтожить. Под Голограммой открою воронку в галактическое дро, оно уходит на переработку. Закрывая, опечатая, растворяя. Хорошо, Грей, вам сегодня сказочно просто повезло. Но это первое и последнее предупреждение. Если я вас встречу второй раз, я вас узнаю. Если я вас узнаю, вы знаете, чем это закончится. Они показывают на него. Он делает техники, техники так же, как они. Они любят технические прогрессы. Это верно, мы знаем, что Грейм и главная цель – это технический прогресс и эксперименты. И он делает техники, техники. Не все он их понимает, но он их делает. И тем самым открывает вам двери для ваших целей. Хорошо, мне это все понятно. Вы готовы уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Греев, и они уходят на свою частоту, закрывая, опечатывая, растворяя. Есть. Я думаю, Николай, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь сейчас. Добавить, в принципе, нечего. Прослушайте еще раз этот сеанс, и заметьте свои ошибки, и подойдите по-другому. Без души ни одно дело не действует. Ни одна техника, ничего. Вы должны сформировать намерение. Представьте, как вы это делаете. А не делать механически, повторяя какие-то слова, как заклинания. Если вы это с магией как-то сравниваете, так мы противоположны с магией. Здесь все делается от души и от сердца, и представляется конечный результат. Достаточно информации в интернете об этом. Есть очень много видео. Я вам, честно скажу, для медитации даже слова не нужны, не нужна никакая музыка. Это все делается чисто на концентрации дыхания. Я надеюсь, вы разберетесь, если вы хотите дальше подняться в своем духовном развитии и осознанности, Николай. Давай заправим энергиями, Николай, конечно. Посмотри, сколько ему нужно энергии, какая частота вибраций. На счетре макушку головы Николай начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибраций поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. 28 сердечной чакры. И поднимаем частоту вибраций сердечной чакры до 28 Гц. Пошел подъем. Пусть он ее прочувствует, конечно. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Николай, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Чувство вибраций, тепло идет и приятное ощущение. Изучите чакры. Приятная теплота. Я вам запустил 7 потоков эти чакры, которые вы везде можете найти в интернете. Это красный цвет пошел, оранжевый, желтый, зеленый, светло-голубой, темно-синий и фиолетовые цвета. Вот эти цвета я вас запустил. Вы должны визуализировать эти цвета. Вот эти энергии вы и чувствуете. После того, как вы их заправили, поднимаете себе вибрации. То есть вы должны прочувствовать, что вы наполнились, как сосуд. После этого поднимаете себе вибрации. После этого обязательно даете себе команду. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируются, распределяются, усваиваются наилучшим образом. 1, 2, 3. Это намного легче делать, чем медитировать. Я вам рекомендую начать заправки энергиями. Когда вы познакомитесь со своими энергиями, вы сможете ими потом управлять. Этими энергиями выставляются и защиты себе потом, на следующем этапе. Вот, я дал вам все. Я все так и делаю, но не могу так прочувствовать. Вы должны душой к этому процессу подходить. У вас присутствовала какая-то злость, которая непонятна вообще в этой ситуации. С медитацией и заправкой энергии никакой злости априори быть не может. Это притягивает сущности. Вот, возможно, эта злость или какое-то напряжение вызвало этот разлом вашей чакры, который мы вывели. В общем, обратите на это внимание. У вас неправильный сейчас, на настоящий момент, подход. Но я уверен, что вы найдете правильный подход к этой ситуации в будущем. Хорошо. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Николая в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»